Мы начнем с медитации, выполним практику осознавания-осознавания и добавим к этой практике элемент випашины. Продолжение следует... Продолжение следует... Как всегда, мы начинаем с подготовки тела, приводя его к состоянию, где оно расслаблено, неподвижно и начеку. Продолжение следует... 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 Позвольте глазам хотя бы частично приоткрыться и покойтесь взглядом в пространство перед собой. А затем отпустите все видимости и позвольте уму успокоиться. Совершенно ничего не делая, просто пребывайте. Присутствуйте. Просто осознавая то, что вы осознаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжить возникать всевозможные видимости, но вы теперь никаким видимостям внимания не уделяете, просто покойтесь в переживании самого осознавания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опускайте взгляд... Высвобождайте осознавание... Полностью расслабляйтесь... отпуская все видимости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А если замечаете, что попросту впадаете в предупленность или прострацию, поднимаете взгляд и усиливаете фокусировку, осознавая осознавание. Продолжение следует... Просто покоясь в светоносном и ясном осознавании. Расслабленно и бдительно. Продолжение следует... 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 Есть ли осознавание физический предел? Продолжение следует... Теперь отпустите все виды проверки и просто покойтесь. Покойтесь в светоносно-ясном осознавании. Покойтесь в неподвижности осознавания. Покойтесь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И дальше приводится шесть аналогий, которые использовались в традиции Махамудры для того, чтобы помочь людям поддерживать неподвижность осознавания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так и благодаря сосредоточению на природе ума как ясного света... Она остается свободной от завесы концепции, цепляющейся за знаки, от вялости, возбужденности и тому подобного... Продолжение следует... 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 Так вот, какие знаки достижений мы увидим, продвигаясь к более высоким стадиям? Природа медитативного равновесия является четкой и чрезвычайно ясной, совершенно ничем не сокрытой. А поскольку она никоим образом не утверждается как некая физическая сущность, она есть чистая пустота, подобное пространству. Более того, какие бы благие или дурные объекты пяти чувств не проявлялись, они явно предстают в точности, подобно отражениям в ясном зеркале. А проявляющееся переживание свободно от видов опознания, таких как «это оно» или «это не оно». Когда мы приближаемся к Шамадхе и покоимся в этой ясной пустоте, а вся умственная активность утихла, мы переживаем само осознавание. Но чтобы его описать, использовать слова для его описания очень затруднительно, потому что осознавание — это не какая-то на самом деле вещь. Как в тексте описано, она есть ясная пустота, подобное пространство. А дальше автор пишет, «Неважно, насколько устойчивым является подобное сосредоточение, если оно не наделено блаженством физической и умственной податливости, это лишь однонаправленный ум царства желаний». В то время как наделенное этими вещами, то есть податливостями сосредоточения, как утверждается, есть ум Шамадхи. Что же здесь говорится? Если мы посмотрим на схему Шамадхи, восьмая и девятая стадии наверху. Восьмая стадия называется, как мы увидим в описании с обратной стороны, «достижение однонаправленности». А девятая стадия, там, где практикующий, как вы видите на картинке, сидит в пещере, называется достижением равновесия, полностью уравновешенного ума. Именно об этом и идет речь в данном отрывке текста. О том, что это пока еще просто однонаправленный настрой ума, царство желания, однонаправленное состояние ума, царство желания. Это еще не Шамадха. Шамадха — это диаграмма в середине и самого верха картинки. И на этой диаграмме в качестве символа присутствует физическая и умственная податливость, которые упомянуты в тексте. Как вы помните, податливостью называется гибкость или послушность тела и ума. Говорится, что по достижении Шамадхи тело становится по ощущениям легким, как хлопок. Символом, чего на схеме является летящий по небу человек. А умственная податливость означает, что мы без какого-либо сопротивления можем обратить свой ум абсолютно на любой объект. И символ этого является на картинке человек, который едет на слоне ума. Что означает, что мы совершенно без какого-либо сопротивления можем обратить слона ума абсолютно в любую сторону. То есть, чтобы достичь Шамадхи, нам необходимо пройти этот процесс преображения, где порождается физическая и умственная податливость. И дальше говорится, что она является источником множества превосходных качеств, таких как экстрасенсорное восприятие и паранормальные способности. И, в частности, при опоре на нее достигаются ария-пути всех трех колесниц. То есть, говорится, когда мы достигаем Шамадхи, на ее основе мы можем начать развивать то, что здесь названо экстрасенсорным восприятием и паранормальными способностями. На самом деле, есть более высокие уровни сосредоточения, чем Шамадха. На ней стоят четыре уровни сосредоточения, которые называются четырьмя дхьянами. И говорится, что на основе первого из этих уровней, то есть первой дхьяны, мы, достигнув этого уровня сосредоточения, можем заняться развитием паранормальных способностей. Часто упоминаются список из пяти таких способностей. Первое – это так называемое ясновидение или дальновидение, способность видеть на расстоянии. По аналогии с этим, так называемое яснослышание или способность слышать вещи на отдалении. Третье – это способность знать, что происходит в уме других существ. А то, что здесь упомянуто как паранормальные способности, это наличие определенной степени контроля над элементами. И, наконец, пятое – это способность вспоминать собственные прошлые жизни. Поэтому говорится, что мы способны развить эти виды способностей на основе обретенной нами первой дхьяны. Дальше сказано – и, в частности, при опоре на нее, то есть на шаманку, достигаются арии пути всех трех колесниц. Есть два вида практикующих. Так называемые обычные практикующие. И ария практикующие, практикующие арии. Ария – это любое существо, которое пережило прямое постижение пустотности. На духовном пути это очень значимый момент. Потому что с этого момента, с момента прямого постижения сансары, мы уже катимся по прямой вплоть до выхода из сансары. Прошу прощения, с момента постижения пустотности, мы уже катимся по прямой вплоть до… у нас билет один в конец до освобождения сансары. И поэтому для того, чтобы стать арией в целом, мы должны быть реализована. И для того, чтобы стать арией в целом, нужно реализована. Да, и для того, чтобы стать арией в целом, нам необходимо как раз прямое постижение пустойности. А для того, чтобы обрести прямое постижение пустойности, нам необходимо развить шаматху. Все, что ниже шаматхи, на всех уровнях ниже шаматхи, наш ум недостаточно устойчив и ясен, чтобы суметь напрямую пробиться к природе реальности. Разумеется, даже сейчас, будучи новичками, в своей практике випашины мы можем пережить некий проблеск или некий опыт пустотности. Но эти переживания обычно очень быстро угасают. И потому, опять-таки, для обретения прямого постижения пустотности нам необходима шаматху. Также здесь упомянуты пути всех трех колесниц. И эти три колесницы — это те три колесницы, что относятся к сутрическому уровню практики. И в описании девяти колесниц или ян в рамках Цзакчена, как мы видели, первые три колесницы относятся к сутрическому уровню практики. И это колесницы Шравак, Пратикабудда и Бодхисаттвы. Независимо от того, какой из этих трех колесниц мы следуем, нам необходимо прямое постижение пустотности, чтобы стать арией. Какие-либо вопросы по озвученному? Продолжение следует... Ну, на самом деле, вы поймете, когда сегодня будут девять стадий описываться. So, the question — it's a bit difficult to translate the question, but I'm saying we'll be covering that in the ninth stages because it's about what the шамата itself is like when we have achieved it, and it's a bit mixed up with the question. Okay. So, давайте подождем вечера. Если остаемся вопросы, вы после девятис... So, I'm saying she can ask the question after we've covered the ninth stage. Yeah, so we'll be covering these nine stages in this evening session. Мы сегодня вечером обсудим вот эти девять стадий на вечерней сессии. And then if your point's not clarified, then you can ask the question. И если ваш вопрос сам собой не разрешится, то тогда вы его задайте. Давайте тогда двинемся дальше. Дальше сказано. Что ж, каково познакомиться с этим самым путем с точки зрения его собственной природы? Таким образом, окончательная природа ума действительно может быть увидена напрямую и ясно. Однако ее нельзя постичь или обозначить, говоря, вот она, раскрепощенно покойся, не цепляясь ни за что проявляющаяся. Вы часто будете замечать, что из устной традиции Махамудры в Тибете вот эти наставления, раскрепощенно покойся, не цепляясь ни за что проявляющиеся, часто преподносится как наставления по випашине. Но у Панчин-Ламы немножко другое мнение. Он говорит, практикующие медитацию современного Тибета почти единодушно заявляют. Это устные наставления, что помещают Будду вам прямо в ладонь. То есть, он говорит, что большинство практикующих Тибета из числа его современников говорили, эти наставления кладут тебе Будду прямо в ладонь. Иными словами, благодаря этим наставлениям ты распознаешь природу ума и станешь тем самым Буддой. Но он говорит, тем не менее, я, Чеки Гелцен, заявляю, что этот подход — это чудесный искусный метод, который позволяет новичкам достичь умственной неподвижности и является способом ознакомления с условной природой ума. Что он здесь говорит? Что такого рода наставления, как «раскрепощенно покойся, не цепляясь ни за что проявляющиеся», безусловно, подведут практикующего к цели Шамадхи. «И потому позволят постичь условную природу ума». Но вот то, подведут ли эти же наставления, практикующие к постижению окончательной природы ума, это уже вопрос открытый. Думаю, вот о чем он здесь говорит. На этом завершается посвященный Шамадхе раздел «Объяснение сутрической Махамудры». Есть ли какие-либо вопросы по всему разделу, посвященному Шамадхе, который мы только что разобрали? Как понять, кто такие новички, про которых говорится в тексте? Как понять, новичок ли я? Как понять, что мы новички в практике Шамадхи? Думаю, это мы. Думаю, в современном обществе, в особенности, когда дело заходит до практики медитации, мы склонны немножко переоценивать свой уровень продвижения. Потому что более высокие стадии практики даже в рамках Шамадхи в современном обществе практически неизвестны. Нам известен только очень небольшой спектр возможного развития ума. А вот в этих практиках Шамадхи и Випашины возможный спектр оказывается неимоверным. Пока мы движемся в рамках известного нам спектра, кажется, что мы очень продвинуты. И, может быть, если бы мы свой уровень сравнивали с современными представлениями о том, на что он способен, мы действительно показались бы человеком продвинутым. Но в том, что касается буддийских представлений о возможностях ума, мы даже пока поверхность не поскребли. Так что, думаю, лучше всегда скорее к осторожности клониться, слегка себя недооценить в том, на каком уровне мы находимся. И, как вы помните, есть замечательное выражение о том, что урожай благих качеств не растет на скалистых пиках гордыни. Он растет в низких плодородных долинах смирения. То есть, просто показалось, что мы даже до этих новичков не дотягиваем. Ну, разумеется, новички – это тоже целый спектр. Так что, даже когда мы начнем практику, может быть, новичками мы будем довольно долго оставаться. Может быть, не достигнем продвинутого уровня к следующей неделе. И поэтому нам нужно какую-то долгосрочную перспективу обозревать. Не рассматривая вещи в краткосрочном, каком-то ограниченном видении. Потому что на краткосрочной перспективе происходит много колебаний. И если мы будем мыслить недальновидно, то есть, только вот на краткий период смотреть, то начнем переживать значительную фрустрацию. И в то же время нам необходимо отбросить любые имеющиеся у нас ожидания. Разумеется, нам нужно знать, какова цель конкретной практики. Нужно знать, как двигаться по этапам, что ведут к этой цели. Но в то же время нужно отбросить ожидания, в рамках которых мы надеемся, что достигнем конкретного уровня или переживаний. И просто прилагать столько усилий, сколько мы можем в практике. Тогда, что бы ни получилось, все хорошо. Объясняется ли где-то, сколько времени уходит на каждую стадию, да? Объясняется ли где-то, сколько времени уходит на каждую стадию? Но есть ли какие-то, сколько времени уходит на каждую стадию? Какая-то длинная струна? На сколько длинна струна? Разумеется, все зависит от наших способностей, нашей преданности делу и тех условий, в которых мы оказываемся. Так что здесь много переменных. Иногда в некоторых старых текстах по медитации говорятся такие вещи, как Тот, у кого притупленные способности, способен достичь Шаматхи за 9 месяцев. Наделенные способностями средними, достигнет ее за 6 месяцев. Наделенные способностями большими, реализует ее за 3 месяца. Думаю, в современном обществе это все свидетельствует об избыточном оптимизме. В «Революции внимания» Ниггерла Уэллеса он этот момент комментирует. И говорит, в частности, современные исследования показывают, что если мы хотим достигнуть экспертного уровня в любой сфере, мастерства в какой-то технической области, или в игре на каком-то инструменте, или в сфере, где есть какие-то эксперты, возможно, какие-то экспертные познания. Судя по исследованиям, на достижение мастерства в той или иной области необходимо от 5 до 10 тысяч часов практики. И, как здесь предполагает доктор Уэллес, возможно, и здесь все сходным образом обстоит. И часто, когда люди это слышат, они говорят, «Ох, но для меня это слишком сложно». Но, думаю, было бы очень прискорбно думать, «Слишком сложно, поэтому я и стараться не стану». Ведь, чем больше мы усилий прикладываем к практике шаматхи, тем больше начинаем пожинать ее плодов. Даже если мы смели пока добраться только до второй или третьей стадии, я думаю, что наша жизнь уже значительным образом улучшается в том смысле, что улучшаются наши навыки управления вниманием, снижается уровень стресса и тому подобное. А в вечерней сессии сегодня мы рассмотрим эти стадии. Может быть, последний вопрос? Я хотел бы просто задать уточняющий вопрос относительно объекта, такой практики, как осознавание-осознавание. Правильно ли я понимаю, что речь идет об осознании своей способности осознавать? И обладают ли, соответственно, другие живые существа способностью осознавать, что они вообще могут осознавать? Я просто говорю, чтобы осознавать практику, я уверен, чтоoop-практивная практика — да то есть, в том числе, я уверен, что ты не можешь быть уверен, что ты одиненщик-то понимаешь. И еще вопрос беда – если бы другие сенсионные зрители — не может быть уверены, что они узнавались? Даже сама возможность спросить себя, осознаю ли я, уже свидетельствует о том, что я что-то осознаю, уже свидетельствует о наличии у нас осознавания. Здесь, конечно, вопрос может состоять в наличии того, что в нейрофизиологии называется метакогницией, способностью к метакогниции, то есть метапознанию. То есть вопрос тогда в том, что... вопрос в том, есть ли у нас способность знать, что мы осознаем, проявлять эту интроспекцию, это самонаблюдение. Некоторые нейрофизиологи вообще заявляют, что нет, такое вообще невозможно. То есть тем самым отрицают то, что для нас на самом деле очевидно. Не уверен насчет того, обладают или не обладают этой способностью другие виды живых существ. Потому что для этого требовалось бы определенные когнитивные способности. А я просто не уверен относительно того, каков уровень когнитивной способности, который присущ другим видам существ. Опять-таки, осознавание, осознавание, практика, это состоит в том, чтобы просто знать, что мы осознаем. То есть, опять-таки, ничего сложного в этом нет. На самом деле, все слишком просто, поэтому людям окажется, что сложно. Потому что ты ищешь что-то еще. Хорошо, давайте прервемся на ужин, а потом воссоединимся в 7.30 и рассмотрим вот эту схему Шамадхи. Потому что она, полагаю, содержит определенные практические рекомендации, которые нам в практике Шамадхи могут помочь.